Всем привет! Я думаю, что мы уже в эфире. У нас сегодня очередная встреча на тему совместной разработки на Python. Кстати, кто из вас смотрит смонтированные записи, могли заметить появление логотипа компании Базарты с Повлем в верхнем углу вот здесь. Спасибо Виталику, который вставил этот логотип вот сюда, и поэтому он не мешает ничему вообще. А мы с вами, значит, займемся гитом, как обычно. К чему мы подбираемся? Мы подбираемся к тому, что процесс разработки программного продукта командой, причем командой, распределенной, не сидящей в одной аудитории, и людьми, у которых нет возможности так перекликаться, и ты давай мне функцию или что-нибудь такое. Более того, скорее всего, сидящие в различных часовых поясах, и еще более того, скорее всего, работающие с разной скоростью, а так именно устроены свободные проекты, если мы идем речь о ситуации, где мы не можем никого принудить сидеть за компьютером и выдавать на гора код 24-17. Этот процесс оказывается довольно сложным, потому что мы, с одной стороны, не можем заставить людей как-то соблюдать какую-то дисциплину, с другой стороны, мы можем заранее договориться, рассчитывать, что они будут соблюдать какую-то дисциплину, но эта дисциплина должна быть удобной. А чтобы дисциплина была удобной, к ней нужны еще всякие инструменты для удобной дисциплины. Один из таких инструментов – это теги, они же метки, которыми можно пометить процесс разработки. И изначально теги нужны просто как закладки. Вот у нас есть какая-то история, в которой видны две ветки разработки, одна из них мастер, другая нью. Значит, ветки разработки. По какой-то причине, допустим, мы хотим пометить вот этот коммит. Этот коммит, у него короткий номер 960278, но на самом деле есть еще длинный. Просто практика показала, что даже короткие номера у коммитов обычно не совпадают. Вероятность того, что они совпадут равна единице, деленной вот на это. Так что она очень низкая. Вот этот коммит мы хотим пометить как какой-то важный. Почему он нам важен? Совершенно неинтересно. Возможно, в этом коммите мы сделали какие-то изменения, которые потом надо будет вручную перетаскивать. Совершенно ровно эти изменения, только их черепикать в другую ветку. Вот это все. Кстати, гид-черепик у нас не будет, а это тоже такая операция есть. Это операция взятия, это такой очень-очень избирательный ребейс вот этого и этого коммита. Пожалуйста, вот как черепик, подбери ягодки и положи сюда. Вот. Ну вот мы поэтому и говорим гид-тэнк. Дальше говорим коммитиш. Какой угодно. Можно такой, можно короткий. Ну и назовем его каким-нибудь волшебным словом. О, хорошо, а так тоже нет. А, что, наоборот, что ли? Да. Фу, елки, манталки. Вот теперь твоя душенька довольна. Оказывается, пробелов там быть не может. Вот. Тэг это именно что такой идентификатор. Как видите, на него есть даже ограничение на пробелы. Ну еще на что-то, видимо, есть. Но теперь, отсюда и навсегда, до тех пор, пока мы не поменяем этого решения, что бы мы ни делали с историей разработки, у нас всегда будет тэг под названием this one, который отмечает вот этот коммит. Даже если мы удалим историю. Даже, ну вот историю, в смысле именно историю. Даже если мы почистим рефлок, если сделаем git-репеп, все равно история до коммита 960278 будет существовать, потому что этот коммит помечен меткой. Другое дело, что для того, чтобы начать разработку, после того, как я все поудаляю, нужно будет создать новую ветку поверх этого коммита и так далее, но сам факт того, что коммит отмечен, означает, что он не пропадет из истории. Значит, вторая роль тэга. На него можно, разумеется, ссылаться, как на коммитиш, вместо коммита иди, и, собственно, ради этого он и существует. Так-то бы, ну, чтобы просто запомнить. Видите, этот называется this подчеркивание one, а запоминать 960278 довольно тяжело. Гораздо проще сослаться на этот this one где угодно. В документации, в процессе разработки, в частной переписке. Просто пометить коммит каким-то содержательным выражением. А вот. Могут ли коммиты, разные коммиты, где-то не надо тэга? Нет, тэг вообще один. То есть вот внутри репозитория тэг с одним именем один. Когда вы говорите git-тэг в другое место, он переезжает, git-тэг такой же в другое место, он просто переезжает в другое место. Вот. Тэги вообще хранятся локально, но их можно запушить в репозиторий, если сказать git-пуш минус-минус тэгс, и они тогда будут храниться еще и удаленно. Вот. Давайте попробуем это сделать. О-о-о. Секундочку. Ключка я заберу. Что он говорит? А-а-а, это был репозиторий, который... Понятно. Это был репозиторий, который мы с вами делали, потому что для того, чтобы показать, что нельзя пушить в небо репозиторий, вот видите, он говорит, receive deny current branch. Вы хотите запушить репозиторий, в котором уже есть ветка, в смысле рабочая копия. Вы же не хотите там под капотом что-то иметь. Хорошо, давайте сделаем так. Я сделаю попроще. Сокращенец иронизирует, что пока меня в чатике кто-нибудь не напишет «Здравствуйте, прекрасная лекция», я не поверю, что чатик работает. Ну, да, что-то вроде того. Вот, я могу что сделать? Я могу просто запушить в другую удаленную репозиторию. Это упш, упш, это, конечно, хорошо. Вот. Какая разница, взял запушил во что-то под названием репо 3. Вот и все. Он же пустой был, значит, туда можно пустить какую угодно историю. Я же вот только что создал. Вот в пустой репозиторий можно запустить что угодно. Вот. Git remote add. Что там? Назовем его third. Вот. Я даже его назвал, теперь можно всегда туда пушить. У нас вот есть origin, а это remote под названием third. Вот. Теперь я его даже зарегистрировал. Вот. Все это безобразие я делал ради того, чтобы показать, что тагов, тегов по умолчанию, кажется, в репозиторий не приезжает. Вот. Видите? Git log нам показывает все, что надо. Не все. Мы запушили только одну ветку. Запушили только мастер. Да? А вот там не показывает вообще. Давайте попробуем запушить вторую ветку. Так. Git check out. Check out. Не черепик, а check out. Check out. Что там у нас? New? Так. Git push. А, не туда. Third. Вот. Ну-ка. Давайте посмотрим. О. Вот, пожалуйста. Вот мы запушили обе ветки на удаленной репозитории. Этот репо 3. Но никакого тега там нету, потому что теги, они локальные. Вот. Хотя мы можем сказать вот так вот. И внезапно нам пишут, что туда тег приехал. Давайте это проверим. Но я так думаю, что мы уже знаем, что он там есть. Вот. Это удаленный репозиторий. Вот у нас. Ой. А вот я не вижу, кстати. А, мы не туда push-ли, да? Мы push-ли на repo. Да. О, вот он приехал. Ну, ладно. Значит. А, нет, это не здесь. Я туплю. Мы push-ли куда-то в другое место. Да? Мы push-ли вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот сюда он push-ли. Ой. Даже не знаю. Ладно, давайте запушим как люди. минус минус tags. Third. О, вот теперь получилось. Да? Да? Я надеюсь. Да. Вот он, вот тег приехал в третье в репозиторию сорта, которая у нас как бы удалена. Ну вот. Значит, теги. А нет, push-ли, пушит только теги, получается? На самом деле нет, потому что он пушит все дерево, на котором теги эти есть. Ну, потому что вы не можете запушить тег, который указывает ни на что. Он как-то не пушит, а пишет тег и добавляет. Да, он как, он не столько их, во-первых, он их добавляет, а во-вторых, он на них ориентируется. Да, у вас может быть тег с какой-нибудь левой ветки, он все равно запушит вот этот кусочек туда. Вопрос куда? Вот. Это, разумеется, нужно для того, чтобы этими тегами пользовалось все сообщество, когда у вас что-то клонируют, ваши локальные теги вы не пушите, а вот специальные теги, которые вы хотите опубликовать, чтобы с ними, значит, какое информационное взаимодействие происходило, тогда вы это делаете. Еще бывает аннотированный тег. Аннотированный тег сопровождается некоторым сообщеницем, в котором вы уже не просто там в формате, в формате идентификатора, а прямо пишите, что вы проделали. Аннотированный тег, в отличие от обычного тега, является git-объектом, он хранится в git-objet. Просто тег не хранится в git-objet, а аннотированный тег хранится. Вы можете сделать его руками, эту аннотацию, можете ему прямо сказать минус мы аннотация, минус а аннотированный, минус мы аннотация. выглядит от примерно вот так гид так ну скажем head минус а мин минус м только сначала какой до минус м да а вот тут вот вот он на том месте где у нас сейчас был хэд наложил еще так на а мы тут на нее сидели сейчас ну вот значит видите у нас три рима два ремонта он про каждый ремонт знает какая ветка какому ремонт соответствует ну вот значит аннотированный т помимо того что является объектом его можно подписывать электронной подписью и это уже довольно важный момент в совсем другой роли тэгов а именно в управлении какими-то внешними инструментами которые собственно не являются гитом да 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 не должен нет 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 больше я сам не понимаю тут погодите я тут ничего не делал такого почему ход перескочил на нанью он же был на мастере а да здесь был репа 3 а здесь был репа здесь да конечно я здесь я здесь и был сюда мы набрали чиниву все правильно да спасибо разный один здесь ван другой дед ван да хороший вопрос я мам бы был бы вам сейчас посмотрим честно говоря я тоже не помню в эту верифай не знаю а о нет это поиск это поиск не знаю не задумался над этим сейчас дайте посмотрим на слово аннотейшн да 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 что что над апреля прочитать как минус n а то что Ну, слушайте, давайте этот ман вы откроете. Не я, правда. Зачем вот спичь ту текст интерфейс какой-то прям? Мне кажется, что вы все поймете, когда будете читать. Короче, поехали дальше. Аннотированный тег, подписанный, может являться надежным инструментом по управлению каким-то внешним устройством. У нас сборочница так работает. Я когда собираюсь что-то собрать, я сборочница говорю, вот из того репозитория, пожалуйста, возьми вот этот тег, вот моя подпись. Сборочница проверяет, что это подпись моя, и говорит, все, я понял, значит, это вот такой-то человек собирается собрать пакет в репозиторию. Вот. Точно так же может быть устроен workflow, я, честно, не видел, как это делается у людей, но понятно, что, очевидно, что примерно так должно быть устроено вообще любой workflow. Если у вас нужно как-то проделать над какой-то площадкой, какое-то управляемое действие, действие по управлению, то вы можете это вообще переложить на гит, на гитхуки. С той стороны пишет гитхут, гитхут смотрит, что тега нотирована, подпись проверена, проверяет подпись и запускает, дергает какую-нибудь службу, которая что-то производит с этой самой историей. Теги. Про теги, собственно, все. Теперь, значит, немножко выноса мозга. Я обещал, что оно будет, две лекции подряд обещал, что будет минус мозга, вынос мозга, вот теперь мы его и сделаем. Значит, давайте мы сейчас посмотрим. Вот у нас есть две ветки, да. Сейчас мы на этих двух ветках, давайте их, во-первых, попробуем помержить, но мне кажется, что они помержатся. Да. Так, мы сейчас где? Мы на нью, значит, надо помержать мастер сюда. О, не получилось. Смотрите, мы уткнулись на лекциях в первый раз в ситуацию, при которой они говорят, что, слышите, у вас тут есть файл под названием календ, и у него конфликтующие изменения. То есть, если бы изменения были где-то в разных контекстах файла, то они, конечно же, бы применились. Но мы, черт побери, изменяли одну и ту же строчку. Вот. Давайте посмотрим, во что превратился в посередине мерш коммита, во что превратился файл календ. О, видите вот это внизу фигню? Эта фигня повторяет формат такой утилит, который известен еще с прошлого тысячелетия, называется div3, который сравнивает три файла. Это три файла, из которых первый считается общим в истории, второй содержит изменения А, третий содержит изменения Б, а в результате получается нечто, содержащее общую часть изменения А, изменения Б. Кстати, почему он их не слил, я не понимаю. Я бы на его месте это сделал. Так, а давайте мы сделаем более явно, извините, сейчас я проделаю еще одну хитрую операцию над этим всем, чтобы вам более явно показать, как это делается. Во-первых, git-мерш минус-минус-аборт. Если вы задолбались исправлять меж-коммиты, вы можете сказать git-мерш минус-минус-аборт, и все превратится в то, как было. Вот, ничего не изменится. Давайте мы посмотрим. Вот, вот это изменение в конце добавилось. Давайте мы что сделаем? Давайте мы в другой ветке, мы сейчас в какой ветке? Бармастер. Тоже сделаем изменения в конце. Прямо такое же. Вот. А почему? А потому что я надо было сказать не нью, а мастер, да? Да, вот тут уже сокращенец тоже спрашивает. О! Давайте ради интереса сделаем даже не так. Вот сюда вставим еще одну строчку, в начало, в самое. И это будет у нас неконфликтующее изменение, потому что в исходном файле там ничего не менялось. Так, вот теперь попробуем замерзиться. А, нет. Сначала Сначала сделаем commit-минус-минус-амент. Вот такие изменения мы проделали над этим файлом. Ой, а где? Где? Ничего не понял. Секунд. Секунд. А, ну и? Что-то я не понял. А, все, я понял. Вот она. Я, извините, я забыл, что у меня здесь гид настроен так, что он не делает пейджера. Вот изменение в начале, оно, по идее, должно быть неконфликтующее. Вот изменение в конце, оно, по идее, должно быть конфликтующее. Видите? Вот. И я сейчас вангую, что одно из них сольется и при примерже. И вот этот чанг нас не заинтересует, а вот этот чанг, который в конце, заинтересует. Давайте попробуем. Вот. Смотрите. Мое вангование подтвердилось. Значит, да блин. Я не в том месте. Ну, короче. Одно изменение, которое было в начале, оно оказалось не конфликтующее, и мерш прошел. То изменение, которое в конце, оно оказалось конфликтующим, я все еще не понимаю, почему. И мерш не прошел. Ну, почему оно не... Это можно вопросу, если вы написали в мерш. Да. Верки не смогли сейчас слиться, потому что конфликт. Да. Однако поменялся файлы в арте... Мы в процессе, смотрите. Мы в процессе мержа сейчас. От нас сейчас требуется разрешить эти конфликты и продолжить мерш. Вот. Что мы делаем? Мы просматриваем во всех файлах, в которых появились вот такие метки, такого рода. Значит, это то, что предлагается в нашем варианте, это то, что предлагается в варианте, с которым мы мержимся. И дальше просто его редактируем, прям редактируем, так, как мы хотим. И говорим, вот, это результат на самом деле нашего мержа. Вот. И говорим, гид мерж... Говорим, гид комит. Нет? Значит, гид мерж минус континью. А, гид от, конечно, я туплю. О! Нам предлагается отредактировать мерж комит, потому что мы в действительности взяли и поправили файл. Мы можем здесь описать, какие именно действия мы проделали, когда мы делали мерж комит. И, несмотря на конфликты, у нас все получилось. Вот у нас файл смержился. Вот, видите, вот эта правка, которая автоматически влилась, а эта правка, которую мы только что редактировали руками. Граф выглядит примерно вот так. Фишка состоит в том, что мерж комит вносит свои изменения по отношению к тому, что было здесь. Да, потому что мы не можем смержить одну стройку. Вот. Примерно так это устроено. Значит... Можете еще раз объяснить? Когда мы делаем мерж, то у нас не получается, нужно продактировать. В этот момент, как вы показывали, где конфликт. Это рабочая копия какая-то новая. Да, да, да. Это рабочая копия, которая соответствует ничему, потому что мы в процессе мерж. А, то есть это где-то вот на деле? Да, потом мы говорим get-mesh-minus-continue, и процесс продолжается. Может так случиться, что у вас еще один файл окажется в процессе попытки наложить все те комиты поверх вот этих. Еще один файл окажется конфликтом, он опять выпадет, скажет, отредактируйте его. Вот. И так дальше, до тех пор, до победного финиша. Или пока вы не ужаснетесь, что же я тут такого нахакал, я уже забыл, где о чем менял. Давайте мерж-минус-минус-аборт, и давайте все по-новому. Вот. В нашем случае проблема была очень простая, инструмент был простой. А в действительности иногда по одному только файлу с вот этим div3, который размечен, очень трудно понять, что происходило в процессе разработки, особенно когда разработка сложная. Поэтому я предлагаю тут взять пример из лекции, в котором будет все то же самое, но, как это сказать, с некоторой более жизненной иллюстрацией. Вот сейчас мы сделаем некий репозиторий. И заполнен его прямо с копипастем из плана к лекции, значит. Так. Тут, видимо, какая-то что-то пропала. Вообще, на самом деле, вот так надо сделать. Надо вот этот файл скопировать себе в репозитории. Вот. Закоммитить его. Вот эта строчка пропущена. Слушайте, давайте мы ее вставим, а то ведь забуду же я. Я же забуду. Я же такой. Вот. Спасибо, дорогая. Ну вот. Точка. Гид коммит. Минус а. Уйди, противный. Уйди, противный я тебя не вызывал. Минус а, минус m и нишу. Вот. Теперь внесем два заведомо, заведомо конфликтующих коммиты. Вот. Один вот такой. А, сделаем ветку. Нам надо было ветку раньше делать, но мы сейчас позже сделаем, не волнуйтесь. Так, динт, бранч, ранч, как она у вас там называлась, секонд. Ну, д. Даже сразу чекаут. Чекаут. Минус b. Секонд. От предыдущего коммита. Да? Вот это мастер, это секонд. И сейчас мы сюда закоммитим что-нибудь принципиально иное, чтобы были прям конфликты. Вот. Нет, е минус v это значит не включать строчки, которые содержат регулярные выражения, а е это значит включить разбор регулярных выражений расширенных, то есть строчки, в которых есть final или yield, не попадают в этот файл. А сейчас покажу, смотрите. Собственно, вот. И то же самое было, этот, как его, там мастер и мастер. Вот. Ну, только наоборот, конечно. Вот. False except, да? Мы здесь удалили final и yield, а там удалили false except. И вот одно из этих исправлений находится в разных местах, а другое из этих исправлений, а именно final и except, находится рядом. И одна из этих правок будет конфликтующая, а другая нет. Вот. Окей. Так, что у нас там? Закоммитить надо. Finally и, 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 finally yield. Вот. Выглядит это все... Да... Чего? Я не понял. А, ggit. ggit, а не kugit. Я все время путаю эти буквы. Вот. Выглядит все очень-очень-очень-очень лайтово, да? Всего лишь две ветки, но мы точно знаем, что на этих ветках будут конфликтующие коммиты. Ну и где сейчас? Мы сейчас на secondary. Git, merge, master. Бац, коммиты. Итак, давайте вспомним, чего мы только что наблюдали в этом файле keyword.py. Да? Мы наблюдали в файле keyword.py результат работы чего-то похожего на утилиту div3, который размечает, как в файле с конфликтами отражается содержимое файла исходное, содержимое файла на одной ветке, содержимое файла на другой ветке. Итого у нас четыре разных представления этого файла имеется. Поэтому основной инструмент, который позволяет вам разрешать конфликты в ГИТе, называется Git, merge tool. Git, merge tool. Видите, у меня по умолчанию он уже включился. Включился именно GWIM, как merge tool. Но в принципе там их сто пятьсот, сейчас мы посмотрим, какие бывают. Так вот, инструмент, который позволяет вам полностью владеть информацией относительно того, в чем состоит конфликт, должен показать вам четыре файла. Вот этот файл, сейчас покажу. Вот этот файл, помеченный local, это ваше изменение, которое вы проделали. Вот этот файл, помеченный base, это исходный общий предок этих изменений. Вот этот файл, помеченный remote, это то, с чем вы мерзлились, изменения, проделанные в remote. А вот этот файл, это то, собственно, во что это все превратилось, с учетом, вот видите, с учетом размеченных в тексте конфликтов. Как я иванговал, вот сейчас, вот это изменение false, удаление false отлично приложилось, потому что оно было сделано не в том контексте. Вот это изменение, удаление yield отлично приложилось, потому что оно было сделано в контексте неконфликтующем. А вот это изменение, где там, except и finally, оказались рядом. И поэтому мы не знаем, то ли нам удалять except, то ли нам удалять finally из результирующего файла. Вот. Ну вот, значит, запустив merge tool, мы выбираем, какое из изменений мы хотим приложить. Левое, правое, какое хотим. Например, даже вот так можно сделать. В результате в вашем файле не должно оказаться вот таких вот строчек из равно-равно-равно или меньше-меньше-меньше или больше-больше-больше. Вот. После чего мы все это записываем. И говорим продолжать. Минус continue, да. Только не merge, да. Вот. И опа, наше слияние прошло. Значит. А можно еще раз сказать насчет этих изменений? Да. То есть у нас в ремонте, условно, мы выбираем одну строку, а она локально насдается, это нормально? Это такой нормальный нужен? Еще раз. То есть если мы в ремонте убрали... Вы правите ровно один файл. Финальный. С конфликтами. Все остальные вам нужны только для того, чтобы на них смотреть. Что было? Вы же показали, что не может, получается, какие-то извинения он проделывать в конфликте. Там, где конфликтов нет, он их проделывает. Если бы их не было вообще, мы бы вообще не остановились, мирштул бы нам не понадобился. Еще раз вопрос, пожалуйста. Там было такое. У нас было, получается, изменено три строки в каждом... Ну, по две строки в каждом изменении, да. Мы в ремонте условно удаляли одну строку, а в локальном только фаран оставался. Мы в строку удаляли. Смотрите, ремонт и локал – это то, где происходили изменения. Локал – это изменения, которые вы сделали на локальной ветке. Ремонт – это изменения, которые вы сделали на ремонтной ветке. В локальной ветке были одни изменения, в ремонтные – другие. Часть этих изменений можно применить к общему предку без конфликта, а часть нельзя. Вот эту последнюю часть мы и редактировали. Я думаю, что вам нужно немножко понять, что вы хотите узнать, прежде чем задать вопрос. Потому что, кажется, вы не знаете, с чего начать. Подумайте. Ну вот, значит, такая вот штука. Сейчас я попробую найти... А, вот. Гирбнэшнлминсминстулхелп. В принципе, таких инструментов у вас на компьютере может стоять много. Вот современный гид знает их, этих инструментов, штук 20 разных. Вот. Здесь и три разных вида ВИМДИФа, и ЕМЕРЖ, многим любимый через ЕМАКС. Вот. И АРАКСИС, который, между прочим, вообще не свободный. Я не знаю, что он тут делает, сколько они заплатили, значит, Линусу за то, что он вставил АРАКСИС в качестве предложения. И КДИФ-3, который любит Василий Викторович Балашов, например. И ХХДИФ, который я тут недавно в СИЗИФ собирал. И БЦ, и ДИФЮЗ. Короче, очень много инструментов это делают. Все эти инструменты обладают единственным свойством. Они показывают вам один, два, три, четыре варианта вот этих комбинаций из этих четырех состояний вашего файла. Каждый раз одного. И дальше вы что-то там делаете. Инструменты типа ХХД или ДИФ-3 позволяют вам эти изменения накликать. То есть не редактор вы запускаете, а просто говорите вот это сюда, это сюда, а это вообще убедить. Вот. Я в них не умею, мне вот этот самый ГВИМДИФ проще. Вот. Даже самого ГВИМДИФа существует три разных варианта. Это, значит, помимо ГВИМДИФ, есть ГВИМДИФ-1, ГВИМДИФ-2 и ГВИМДИФ-3, которые позволяют вам показывать, например, Local Merged Remote, а Base не показывает. Или только Merged. ГВИМДИФ-3 покажет ровно одну версию. Еще есть ГВИМДИФ-1, который показывает Local Remote. Зачем это нужно, я вообще не знаю, потому что вы же Merged не редактируете при этом. Ну, два. Это здесь. Вот. Смотрите, можно сделать что? Давайте удалим вот этот последний. Git. Reset, минус-минус Hard. Переключимся вот на это. У нас три палки. Три палки, да. Вот. Вот у нас опять не слитые две ветки, в которых конфликтующие изменения. Давайте еще раз запустим этот самый... А с чем делается на Hard? Hard восстанавливает также и рабочую копию. Если вы сделаете просто Git Reset, у вас рабочая копия не изменится, и у вас будут как бы изменения. Например, что можно сделать? Если вы что-то закоммитили, и хотите сделать амент, но не хотите писать амент, вы пишете Git Reset без минус-минус Hard, дохакивайте, что у вас там лежит, и снова коммитите. Ну что? Git Merch, да? Кого Merch Master? Получили конфликт. Git Merch Tool. Мы можем взять и вот здесь вот сказать двоеточие div get local. И Vim у вас просто возьмет те исправления, которые были в локале. И тут же закроют этот конфликт. Вот так это делается в Vim. Как это делается в других редакторах, смотрите сами в других инструментах. Как правило, там мышкой волшебным опеном что-то накликивается. Я просто к тому, что Vim умеет даже так. Вам не нужно ничего руками удалять. Говорите, Git Get откуда? Lo — это local, Ba — это base, Re — это remote. Вот и все. GimDiv так умеет. Все. Выходим отсюда. Можно сказать Git Ad точка. Git Commit. Merch. Минус continue. Вот. Ой, нет, смотрите. Git Ad точка я сказал совсем зря. У меня закоммитился вот этот файл, который RIG. Ща. Теперь он хочет... Я его Git Ad сказал. Вот. Вот примерно так это выглядит. Вот. Значит, это что касается... Это что касается работы с Commit. Вот. Значит, если вы хотите пользоваться Merch Tool'ом каким-то, а не GwimDiv'ом, вот, потому что, во-первых, интерфейс GwimDiv'а, конечно же, выносит мозг. Ну, то есть я абсолютно в этом уверен. Вот. Даже если сделать его более... Буквки сделать поменьше. Смотрите, сейчас мы попробуем сделать вот так вот. Последний раз я этим вас помучаюсь. Помучаю. Ватс. Ресет. Да. Вот мы сейчас сделаем вот так. Сделаем GitMersh Master. GitMersh Tool минус-минус Tool равняется VimDiv. Че? VimDiv. Зараза. О! Да? Тут вроде бы видно все. Да? То есть у нас экранчик побольше. Но, конечно, такая пестрить вызывает ощущение, что ты немножко потерялся в этом всем безобразии. Хотя, если как это... Постоять, повтыкать, то все на самом деле совершенно понятно. Вот вам файл, вот в нем размечены конфликты. Да? Вот они же размечены в исходных файлах. Это тот, который был. Это общая история. А это тот, который в соседней ветке. Но, тем не менее, да, да, да. Давайте, давайте, Div. Get. Lo. О! Все. 20. Такие дела. Значит, это что касаемо... Это что касаемо Git'а и сложных операций слияния. Я никого, наверное, не удивлю, если скажу, что в операции Rebase все абсолютно то же самое. Тоже могут быть конфликты, они тоже решаются Мерштулом, именно Мерштулом. Так что... Да. Теперь у нас начинается некоторая тема, которая, по моей мысли, должна показать, как из Питона при разработке на Питон можно пользоваться какими-то, в данном случае, не сторонними, а встроенными в Питон, но явно внешними по отношению к языку модулями, библиотеками, инструментами. Да, у нас есть на это полчасика. Вот. Поскольку мне это ближе всего, и поскольку это проще все показать по-быстрому на экране, будем разбираться с командной строкой. В Питоне, прямо в самом Питоне, встроенном, это, правда, не относится к винде, с винду, есть несколько, некоторая небольшая поправочка. В Питоне есть, прямо в Питоне, в дистрибутиве, без использования сторонних модулей, достаточно приличный инструмент поддержки организации командной строки. Во-первых, есть волшебная таблетка, которая называется ReadLine, которая позволяет вам ну вот смотрите, вот у нас Питончик, прямо самый обычный Питончик, Питончик только третий, третий я сказал. Если мы говорим и сравняется input, и что-то сюда вводим, то вот из консоли вообще-то ну-ка, сейчас дайте подумаем, как это правильно, а вот, сейчас, секунду, Len, вот, сейчас, как это правильно сделать? Я хотел продемонстрировать, что ввод из консоли, это не совсем ввод, но кажется, а, сейчас, давайте попробуем проще. Нет, почему-то он работает. Секундочку. непонятно. Ну ладно, давайте тогда хотя бы, видимо, где-то что-то настроил себе наглого. да, где-то я, где-то у меня, а, ща, а так, я, короче, где-то настроил то, что собирался сейчас показать. Оно у меня работает из коробки. Это удобство. Вот. Ну, допустим, не знаю, пип. Сейчас я попробую изолированное окружение. А, зачем я так делаю? mkdir v python3-mvenv v так cdv .binactivate ну-ка. Только вот, ну, это не важно. s равняется, input. Не дай бог, это все равно заработает. Я буду, я буду опечален глубоко. Да, оно заработало. Ну, тогда не знаю. Сейчас, секунду, я, ой, сейчас все-таки найду, где это лежит настройка. Простите. Короче говоря, традиционный питон, пока, значит, я пытаюсь найти пайтон-стартап. Вот он. Традиционный питон, если у него нету файла python-стартап, стартап. Вот. Работает вот так. Че? Ну, конечно. Первый, что там надо делать в этом случае? Какая? МВ должен пайтон-стартап. Это МВ пайтон-стартап, пайтон-стартап точка в конце. Раскладывается как два, как два этих самых. Вот так. У меня есть специальные клавиши, которые это делают. Вот. Так, 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 еще надо вот это сказать. О! Ну так вот. Она опять заработала. Я так не играю. Слушайте, а может быть в стандартном питоне тоже сделали? А вы говорите, что нельзя влашаться, там постоянно включатся эти символы. Да, 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 да. Она послушала с ручка. Ааа! Да, 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 да. Короче говоря, я не знаю, почему у меня все это продолжает работать. Зараза такая. Давайте я не буду на этом тупить слишком долго. В идеале, когда вы видите вот такую фигню, как вы сейчас описываете, что невозможно пользоваться при вводе, стандартном вводе командной строкой, ну, в смысле, стрелочками и всем остальным, достаточно просто сделать так, как у меня написано в патенте на стартапе, поимпортить ридлайн, и все автоматически начинает работать. Я не понимаю, почему у меня сейчас так не работает, но возможно, кстати, возможно, возможно, это потому, что 12-питон теперь так работает. Сейчас я последнюю попытку сделаю, но если ничего не получится, то, видимо, так тому и быть. Нет, нет. У него даже история где-то хранится. Вот где ты хранишь историю, корова? Как так? Уже файла этого нет. Я не знаю. Слишком умный питон. На этой машине я что-то настроил. Сейчас, давайте попробуем на другой. Ну, должно же у меня не получиться, наконец. Мя. Ладно, проехали. На самом деле, давайте я все-таки, мы двинемся дальше, время-то у нас поджимает. Главная фишка редлайна, это даже не то, что он позволяет редактировать командную строку простым импортом. Да, 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 да. Как Астрид тут сокращенец, да почему же ты не ломаешься, серия вторая. Да уже не вторая, кажется. Вот. Значит, главная фишка редлайна даже не в том, что он позволяет редактировать командную строку, такое ощущение, что в 13-м питоне его прикрутили уже намертво, Вадь. сколько в том, что им можно управлять, например, для хранения истории в файле. Вы можете в вашу программу добавить не просто редактирование командной строки, а еще запись всей истории в файл и чтение ее из файла. Вот пример. Вот. Получится примерно так же, как у меня это получается из коробки. Я все еще не понимаю, что я сделал, за что я заслужил это. Вот. Когда вы запускаете питон, три, говорите input, и здесь у вас внезапно какие-то команды, которые раньше вводили. Это я стрелку вверх просто нажимаю. Вот. Или там поиск по ней работает. Ctrl-R, допустим, И. Нет, И нету. И. Нет, это С большое. И я сказал. А, И файлит. Не нашла, не нашла И. А что нашла? Ну, скажем, файлит Е. Вот С большое нашла. Да? Вот. Зачем это нужно, совершенно непонятно. Ну, вот, вот, вот такая вот штука. Ладно. Я не понимаю. Как перенимать обратно? Точка, запятая, точка, запятая, ничего. Вот так. Значит, да, так вот, пример того, что этот, что в конце. Да, для того, чтобы записать историю при выходе из вашего файла, достаточно просто взять еще модуль от exit, зарегистрировать некую функцию, сказать, от exit register, который будет вызываться в тот момент, когда вы заканчиваете выполнение вашего файла, и в этот момент будет вызываться readline write history файл. Все. Таким образом, вот пример, как у вас можно читать историю прямо из файла. Вот. Вот она, эта история. Вот кто туда пишет? Да, не знаю. Раньше это работало. Сейчас я что-то настрою. Ну, не важно. Важно то, что, да, значит, более того, при некотором, некоторой дисциплине вы даже можете написать так ваш history файл, что в одном history файле будет храниться история сразу нескольких сеансов. Вы несколько программ запустили, там редактируете, они друг друга, значит, знают, что там кто вводил. Да, значит, сразу скажу, что вы можете с помощью readline еще и completion настроить, так-то он только файловый, а вы можете настроить completion чего угодно. Для этого существует отдельный модуль, который называется rl-computer. Кажется, он тоже входит в поставку. Да, он входит в поставку в Python. Так-то он файловый. Если кто не заметил, то если я скажу input, s равняется input, и скажу здесь, допустим, o, tab. Ой, нет, он не файловый. он питоний. Он табает название функций. Видите? Вот. Он считает, что надо предлагать вам название питоновских объектов в качестве. Вот. Так вот, значит, абсолютно бессмысленно предлагать название питоновских объектов в случае, если вы вводите строку с экрана, поэтому, скорее всего, вы можете захотеть настроить в вашей командной строке другой completion. Вот. И это делает с помощью модуля REC-computer. В современном мире существует куча всяких гораздо более крутых инструментов для организации командной строки. Вот. Есть URVIT, есть очень модный пром-туллкит, на котором, кстати, написан PTPython. Вот он такой разноцветненький, вот такой, с какими-то вот такими штуками. С историей вот такой вот историей. Понимаете? Вот. И так далее. Вот. Но рассказывать о них сейчас было бы полным оверкилом, если вам очень хочется разноцветненький с кнопочками со всем остальным, смотрите, в пром-туллкит, там все написано. Давайте лучше зайдем с другой стороны. Это то, что у нас было вчера на семинаре. Вот. Я еще раз это дело коротко на лекции расскажу, на семинаре мы этим занимались много. А что вы будете в этой командной строке, напоминаю, наша идея, организовать некоторую программу, которая интерпретирует командную строку. Что вы будете интерпретировать в этой командной строке? Ну, очевидно, какие-то текстовые команды, типа как в шеле команда интерпретируется. Обычный шел же как команда, дальше, первый параметр, второй параметр, третий параметр, ну, вот как-то так. При этом, смотрите, поставили кавычки. Эти, значит, у нас на самом деле всего два параметра, это первый, а это второй. Не поставили кавычки, у нас три параметра, это первый, второй, это третий. Вот. Тут мы начинаем задумываться над тем, что вообще-то лексический анализ командной строки это довольно мутная такая штука, которую самому хочется не делать. Если у вас уже были какие-нибудь эти компеления поструяторов, ну, что-нибудь такое, вот какой-то курс вот с этим связанное, вы помните, насколько это, насколько это тягомотная вся штука, вот, вот, все этот синдекс рисовать, все. Ну вот, для таких, как мы с вами, ленивцев, есть модуль шлекс, который предоставляет ровно три функции, сплит, джойн и квот, кажется. И занимается тем, что делит входную полную строку, которую мы введем, на, разделяет ее на слова, ровно так, как этим занимается shell. Ну, то есть, вот, ну, прям, вот, вот, смотрите. Давайте сразу в pt-пайтоне. импорт шлекс, вайл true, s равняется input, print, ну, давайте так, рез, потому что там все равно придется делать, равняется шлекс, шлекс точка сплит от s, ну, и print, ну, не знаю, print, звездочка, рез, давайте мы поставим разделители какие-нибудь, ну, вот, вот такие, вот так, чтобы было ясно, на какие слова нам разделил, вот, смотрите, вот мы ввели что-то, он говорит, чё? Простите? Ща, 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 а, да, конечно, спасибо, все правняются, вот это, да? Да, конечно, вот, вот мы что-то ввели, обратите внимание на количество пробелов, нам все поделилось, как это было, вот, прям, вот, чисто, да, вот мы что-то ввели, с кавычечками, вот, пожалуйста, кавычечки, вот мы ввели даже еще внутри кавычечек другие кавычечки, все хорошо, вот мы ввели, забыли кавычку закрыть, бац, у нас исключение, то есть, оказывается, шлекс еще за нас может сделать, может сделать исключение о том, что то, что мы ввели, синтаксически не парсится, вот, 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 совсем красота, да, что бы мы ни ввели, оно либо, либо парсится синтаксически, и нам всем хорошо, это один параметр, да, либо, вот я открыл кавычечку, открыл другую кавычечку, и забыл закрыть, оп, но closing quotation, красота, вот, понятное дело, что вы тем самым, как написано в документации, по шлексу, очень сильно завязаны на, тут даже прям баннер вывесен, видите, красный, он не дизайн for unix shells, он не дизайн for unix shells, он просто сплитает слова так, как полагается в шеллах, и это поменять нельзя, но если вам этого хватает, допустим, вы хотите сделать, не знаю, там, чтобы ваши слова были много, состояли, ну, внутри у них были пробелы, если вам этого хватает, пользуйтесь шлексом, если не хватает, вам придется пользоваться каким-то сторонним модулем, который более хитрый, лексический анализ делал, ну, и вершином всего этого безобразия, это модуль CMD, который позволяет организовать собственную командную строку, причем, в режиме, значит, REPL, то есть вы вводите строку, она парсится, в зависимости от того, что распарсился, вызывает функция, эта функция делает какую-то команду, команда выполняется, и так далее, и все это сделано достаточно, достаточно дружественно для пользователя, опять-таки, без особых извращений, то есть, если вам нужно что-то очень сложное, вам, конечно же, CMD недостаточно, но вот мне пока что в жизни всегда было этого самого CMD достаточно, выглядит это примерно так, мы говорим, что мы говорим, мы говорим import CMD, это было слово import, дальше говорим класс, ну, допустим, CMD, вот CMD, точка, сейчас скажу, что, CMD, CMD, конечно, CMD, вот, собственно, вся фишка, вся фишка, такая-то чисто питония штука, вся фишка CMD состоит в том, что, что бы в них, ну, например, prompt, что бы в нем не написали, у него значимые имена функций, значимые имена методов, может сказать, do, допустим, эхо, параметр там кажется один, два параметра, ну, self и arg, тут написать, такую строку документации, print message, а тут написать, ну, допустим, print arg, и у вас уже получился интерпретаток командной строки, который воспринимает ровно одну команду эхо, только дев я забыл сказать, ды-ды-ды-ды-ды-ды, у меня тут русские буквы, ой, дев, о, смотрите, вот эти, вот эти буквально 14 строк, включая комментарии, пробелы и все остальное, выглядит вот так, как она, мы, мы.пы, да, а, я забыл, его надо вызвать, извините, зачем я это пишу, не знаю, но так полагается, ну, в том смысле, что здесь-то можно было в примере это не писать, вас, надо взять и вызвать, во-первых, сделать экземпляр этого, cmdl, а дальше что-то типа main loop, или что-то такое, сейчас скажу точно, cmd loop, о, так, смотрите, help, echo, эхо вот прям вот интерпретарь командной строки как он есть правда выйти из него нельзя придет там надо делать некоторые дополнительные условия но это уже но есть контроль c можно сказать просто ему нужно если уж на то пошло do you of self-arc return 1 кстати если какой-нибудь из этих команд вернется не 0 не но он то выполнение закончится то есть как бы код ошибки не нулевой все выполнение заканчивается так что вот сейчас если скажу теперь эта штука еще пока на control до работает смотрите control d control d это дуёв достаточно return 1 сделать вот как видите помимо всего прочего тут еще и help встроенный то есть вот это вот эта штука выводится по команде help и все это как бы организует вам ну некоторую командную строку который может можно делать я проверял q эту вот помните с помощью чего я копипасту в прошлом семестре мерил я ее писал вот на этой с помощью этого cmd это очень легко делать как видите команда короткие дальше больше помимо значит ну команд вы еще можете сами определять комп лишь он написать комплит в котором опишите в каком контексте из какого словаря выбирать еще вы можете написать help команд чтобы не строка было help а этот help был генератом но это уже дело такое вот примерчик такой нехилый примерчик того как это писать кстати он достаточно хилый на самом деле давайте его разберем так давайте мы вот что сделаем давайте мы его будем походу чисто слегка писать и слегка . п вот вот это просто это просто значит значит что я собираюсь сделать и собираюсь написать командную строку которая будет позволять нам набирать что ты хочешь ты хочешь форматированный быть а уйди я не хотел эту синяя уйди вот я только чуть чуть поширею чтобы было видно вот так то вот значит как видите это просто циферки и числа английский разделены на три группы это значит цифры от нуля до почему здесь там там не здесь должен быть там должен быть вот здесь вас разделенный на цифры от 0 до 9 числа в пределах 20 потому что они отдельно нумеруются как отдельные вот и чуть и не нравится white space автор спасибо дорогая вот вот и собственно десятки от 20 до 90 но так же все сразу мы сейчас напишем командную строку который не про не мы не просто будет переводить английские однозначные двузначные числа в числа но еще и подсказывать вам по табу комплисить какие вообще бывают а каких не бывает ну что ж импорт cmd мы написали значит класс класс как он тут называется наберный наберным будьте здоровы наберным от cmd . cmd да господи че так тороплюсь время то еще есть немножко промпт давайте какой-нибудь номер это было слово промпт девт девчон ду 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 номер ну ну пускай будет ну ок селф-арк вот в нашем случае нам не понадобится шликс потому что у нас всего либо одно слово либо 2 и больше ничего нету вот но хорошей практикой в этом месте арк попарсить шликс ну потому что если вы хотите хоть как-то разбить слова нам на нуку в эту строку на словам самое время это сделать но мы этого делать конечно не будем вот допишем здесь конверт string number to digits это будет у нас help такой вот теперь давайте посмотрим что матч матч аркс арк точка сплит посмотрим сколько в них было слов 1 2 3 если слово было одно есть слово было два кейс сначала более 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 частный случай причем если слово было два то допустимые какие десятка отсюда из декс да и цифра да значит кейс дек дегит и соответственно дек ин декс энд дегит ин дегит у меня тут внизу это прямо написано ха 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 а я на память делаю ну в общем понятно принт что там у нас ну короче надо сложить десятки с единицами это понятно следующий вариант это когда число одно вас одно какое-то любое вообще-то любое из тех которые есть среди вот наших перечисленных чисел да ну вот значит if single 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 in any print any single а собственно все все остальные числа не числа давайте проверим как это работает по идее должно работать а как обычно я забыл запустить так что там if name зачем это пишу мы номерный парадим cmd loop пробуем чё как так а ну сейчас help какой у нас синтакс ну ту ну си тин секс тис 3 вот ну вы не дам в мы в кейсе не поправили значит как как чё делать если он не матчится надо писать инкорик номер но это понятно теперь собственно ради чего это затеяно давайте организуем еще и комплишер дев комплит ну у него довольно сложный формат у нас мало времени но давайте вы мне просто поверите на слово значит параметр такую параметр формат у комплитер на такой ну селф разумеется текст это тот ту часть текста которую нужно за комплитить и только она line это весь текст целиком потому что ваш курсор может находиться не в начале и не в конце да вот вы набрали что-то вам нужно закомплитить вообще-то он может мы могли переставить в начало бег и dx и end и dx это еще раз то же самое только на этот раз позиция курсора в строке и конец вот вот такие значения мы экспериментируйте дома с тем что именно туда приезжает а пока что давайте так сделаем я вот скажу что разобьем это дело на слова да вот то есть возьмем то что было до курсора до end и dx это делал по сплите вот единственное что мне не нравится что если у меня до курсора был пробел то было бы неплохо чтобы курсор отмечал начало следующего пустого слова если мы это так мы если мы сейчас после спас плитим то поскольку сплит съедает все пробел он нам начался он он не покажет что слово второе поэтому давайте сюда захакаем прибавим сюда точечку вот эту штучно если там был пробел . то точно точно слов будет 2 вот так дикт это дикт это тот набор из которого мы будем брать цифры ну вот чё там матч б-б-б-б-б-б какой матч что нам нужно проверить сколько слов у нас было одно или два если одно слово то это один набор и нужно комплицить из одного набора если два то другой значит лена творц кейс-1 ну кейс-2 допустим кейс-2 если у нас два слова первый из них это команды num кейс-1 не бывает первые из них команды num вторую из них это одно одна цифра любая цифра годится дикт равняется и и это мы вернем в качестве комп лишь на кейс-3 если слова 3 это значит что мы ввели сначала должны были ввести сначала десятки и теперь надо ввести вводить только единицы да поэтому мы проверяем во-первых и в ворс первое наверное in десятки да мы должны были ввести десяток сначала дикт равняется единице дидис по моему идеи гидс вот в противном случае вообще ничего не делаем все возвращаем список слов которые содержатся в дикте правда это было слово докт дикт список слов которые содержатся в дикте с одним маленьким дополнение цем только те которые начинаются на текст мы же комп лично что там уже успели что-то ввести значит нужно нажать так вот ну вот примерно так такие слова for в индикт которые if в точка старт с виз Чего? Текст, видимо, текст Вот, примерно так Все, давайте сейчас фэн-шуй наведем Фэн-шуй состоит в том, что здесь стоит лишний пробел Шикарно Вот, по моим представлениям, получившийся кон должен работать так Он должен позволять нам с помощью таба И только таба Вводить произвольные однозначные и двузначные числа на английском языке Пробуем Ну, ты Не работает Не работает Чего-то, чего не так, чего не так Да, значит, недостаток, недостаток CMD состоит в том, что в этом режиме он все исключения ловит Старт, вот это она и есть Значит, спасибо Скорее всего, дело именно в этом Значит, это главная ошибка CMD Он сам обрабатывает исключения Для того, чтобы их словить, надо специально сделать их три эксцептора вот здесь Иначе будет так, как вы сейчас видели, вы ничего не увидите Ну, попробуем еще раз Мум О Пожалуйста Причем В зависимости от контекста, да, вот здесь вот он нам на t табает возможные варианты, да А здесь он нам на t будет табать только вот Ну и, соответственно, мы написали наш completion так, что если бы здесь написали чешую, то тут он, видите, уже не табает ничего Вот, completion Как видите, код совершенно однозначный Трудно сделать его меньше Вот И вот этот трюк, единственное, что мне пришло в голову С чем мне пришло в голову поднапрячься Это нужно для того, чтобы правильно оценить количество слов, которые вы уже успели ввести Да То есть ситуация, когда ваш курсов стоит после пробела и, стало быть, знаменует начало слова, которое еще не введено Вот Ну и, собственно, и все Вот На этом, в общем-то, разговор про организацию командной строки закончен За исключением того, что у вас домашнее задание будет на это Домашнее задание будет на то, чтобы взять ковсей наш Предыдущий Прям взять его, скопировать туда А, нет, не скопировать И написать вот отсюда домашнее задание, которое ковсей Но вместо ключей при запуске сделать такие команды с помощью CMD Message Да Какие там должны быть команды? ListCaus, MakeBubble, Cowsay и Casting Это все, кстати, ListCaus, MakeBubble, Cowsay и Casting Это все API Поэтому вам нужно просто из команд-лайна вызвать соответствующую API То есть тут ничего особо писать не надо Параметры, которые у функций являются параметрами, у вас должны быть параметрами этих самых командных строк Единственное, что, какое усложнение А Если есть имеющиеся варианты, должен работать с комплишен Тут написано везде, где это возможно Наверное, правильно написать один конкретный комплишен, допустим, в имена коров Но я это поправлю Если вам понравится и хочется с этим побаловаться, усложняйте, как хотите Ну, потому что я, когда это делал, я в какой-то момент залип, написал какого-то страшного монстра С каким-то языком управления коровами Понял, что я освоил CMD и мне хорошо Да, потому что вам придется ковсей ставить, да Причем в каждом из вот этих каталогов должен быть свой собственный пипен, в понятной идее То есть это предыдущий домашек, это тоже актуально? В общем, да, потому что там нужно было ковсей ставить Да Да-да-да, если его просто скопировать, будет нормально Просто в каждом из этих каталогов должен быть пипфайл, чтобы в нем можно было сделать ppnf shell Вот прямо вот здесь, вот в этом каталоге И понаставить там, ppnf update, понаставить нужных пакет А, то есть одно общее окружение для всех каталогов это... Это неправильное решение, да Так, еще вопрос про маски Крайний план, что мы делаем как раз командный срок, где там, условно, команда листкаутс Мы пишем листкаутс Пробел Пробел, пробел, естественно Пробел там, что это, в bloque многие нам должны вылезть Да-да, или... Да, да, да То есть не так, чтобы листкаутс? Не, 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 не Вот простейший, да, шлекс Шлекс, вот я не зря вам про шлекс говорю, понимаете? Потому что когда вы будете делать месседж Месседж, пробел кавычка, дальше месседж ваш, кавычка закрывается Шêtes от вам превратит в две палки, в два слова и всем хорошо вот вы можете там принять я там извращался я лист каусу сделал как у листа паттерн с помощью глоба папа по коровам можно было значит задать там c звездочки он показывал только имена коров которые называются на цену это все не входит задание ветку нас одна в этом домашнем задании в домашних заданиях по лексах ветка 1 чуть-чуть серьезно давайте посмотрим вы не путайте с проком 3 еще должны быть давайте посмотрим я мог я мог я мог что-то придумать да вот здесь да о а потому что нет все в мастере делать просто все в мастере вот если как бы если это не написано уже не надо ничего делать это также как с праком только проще копируйте называется и да и вычастие с функционалом при написали в ней все домашнее задание закончено так да конечно конечно берет кафе над запущено этим мы не сможем проверить что вы это сделал ну вот значит вот собственно все если еще вопросы задавайте но вообще-то мы уже раз время уже закончилось тогда всем спасибо